Где-то такое дело, что надо понимать, что капитализм, сама система капиталистическая, она по-любому порождает коррупцию. И с коррупцией другой вопрос, что мы все время сравниваемся с развитыми капиталистическими странами, но они этот период, надо сказать, прошли в какой-то степени. Хотя у них тоже сплошь и рядом, мы знаем примеры, где вскрывается коррупция. Потому что смысл капитализма, как говорится, деньги есть, идеология. В таком обществе, естественно, элемент коррупции всегда будет присутствовать. Но я повторяю, что у меня правильно, я не сторонник коррупции, но меня несколько тоже уже пугает, что в борьбе с коррупцией можно добиться того, что просто, так сказать, все остановится, понимаете. Вот Петр Первый, он бил Меншикову. Да что, был коррупционер, но он его терпел, потому что тот делал. Понимаете, тут тоже есть вот Петр Алексеевич, у него было определенное понимание. Он Меншикову просто физически лупил. То там проворуется, то тут проворуется. Но при этом он его терпел, потому что Меншиков при этом был выдающейся фигурой, энергиченной, так сказать, и многое полезного делал для страны. Поэтому тут надо какие-то вот тоже, чтобы это не вылилось, там, вот эти детекторы лжи. Ну, мне кажется, это уже чрезмерно все. Я повторяю, просто порядочные, толковые люди, непонятно толковые люди, могут в какой-то момент, и что это, хорошо, если вообще в госорганах не будет толковых людей. Понимаете, это тоже, мне кажется, уже чрезмерные какие-то меры. Продолжение следует...